дисклеймер привет я третий сегодня мы с тобой продолжаем проходить а зайчика я вообразился перед полиной в одних трусах да 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 мышь там на легкой эротики остановились как она нагнувшись обрабатывает рану образ окатил горячим паром не слушая меня она смочила ватку коричневой жидкостью из пахнущего флакончика улыбка стерлась ее красивых губ вертикальная морщинка рассекала переносицу в голосе появились капризные нотки она плагала дело меня значительно ниже раны полина решительно шагнула вперед и схватилась за пряжку ремня я отвернулся но не тут то было девочка очутилась сзади поддела ремень пальцами попробовала стащить штаны она захихикала а я крутанулся и полина прижалась ко мне заливайся легонько прикусила мою руку дёрнула за ремень отступая я врезался в диван и упала плашмя на его мягкую поверхность полина приземлилась сверху волосы накрыли мое лицо защекотали ноздри я ощущал как вибрирует грудная клетка смеющийся полины а еще я чувствовал сквозняк голой кожей бедер я все-таки удано удалось стянуть с меня штаны я лежал перед ней частично ноги и сгорал от смущения полина отстранилась смех затих она сдула прядь волос и заглянула в мои глаза засосет стопудом уперев кулачок в щеку прошла задумчивым взглядом по моему лицу мое сердце выступила бешеный ритм под ребрами в висках по всему телу я забыл что лежу под ней без штанов и трус и трусь голым ведром об ее ногу я переместил взгляд на ее рот он был так близко что я видел каждую крошечную морщинку на пересохших как у меня губах полина опустила веки затрепетали ресницы наши губы соприкоснулись голова закружилась померещилась что я падаю в пропасть каждая клеточка моего тела пела от восторга словно я пробовал на вкус прекраснейшую музыку но дегустировал нечто более совершенное чем мелодия шумана и тут я увидел зеркало в дверцах а плетяного шкафа там отражалась приоткрыта дверь нутро коридора и щели за нами следил харитон до трачевал но не могу я визы не ну я тебя говорю вроде как вот это вот все прикольно идет кому-то бы сделано мне нравится но а почему не взять студентов почему вместо школьников нельзя студент что-то применялась поменяется буллинг отсюда исчезть да нет в любовной линии исчезнет нет про монстров всяких можно писать почему именно школа когда все то же самое можно сделать про студентов и тут тогда у меня намного больше шуток появляется но единственный у меня вариант это чтобы а как-то оправдать тупость поступков главных героев все типа не школьники дети и дети тупые вот как-то так хмурое лицо будто плавала в черных водах темноты глаза впились в меня глубже и злее чем кошачьи когти рассекреченный старик дал задний ход отъехала от двери и канул в варево теней пораженный я оторвался от полининых губ прервал сладкий поцелуй полина посмотрела на меня непонимающий и раздосадована спросил я выпутался и из-под нее встал натягивая штаны с третьего раза застегнула режим я вспомнил просто пообещал маме вернуться к ужина не уходи полин послушай голос задрожал слезы потекли по щекам серебристыми ручейками сейчас расскажу что типа дед ее ебёт или чё я цепленял от неожиданности настроение полины и сменилось моментально так же как и тема в монологии и деда но ведь дед был странным и чудным кстати дед на дед забыл сказать но дед очень сильно похож на дед мороза но нам уже сказали что он типа новый год прошел будила помнишь когда зайчика маску нашли соответственно и будь это до нового года я бы сказал что тут какой-то сюжет будет с поворотом что мол он дед мороз у где-то в лесу найдет типа будет хороший персонаж дед мороз и плохой этот черт и этот черт он будет как бы как его там противоположность дед морозу с копытами с рогами этот как его звали то не помню не по вот с языка на языке вертится но не могу сказать забыл прикинь ты чего полин ну перестань и были типа битва добра со слов но да логично и по нашим поступкам в итоге пойдет две линии сюжета либо мы будем с добром либо со злом я беспокойно склонился к ней она повалилась на кровать ладонями прикрыла лицо всхлипывая превратилась в сдавленное рыдание а я растерянно потоптался на месте не зная что предпринять в шестом классе во во ну я например хочу дожить в избушке у леса и чтобы вид был на горы и недалеко было озеро ты в шестом классе у тебя плака целая рунг откуда такие размышления гнить в четырех стенах сколько 12 лет ладно если бы там лет 20 было эти говорю если поменять школьников на студентов идеально все ложится или или это мне кажется ну ты скажи может я чё-то придираюсь почему ну было бы все идеально неужели реально школьников сделали чтобы оправдать тупость поступков ее кулачки били по дивану тело выгибалось какие шиши пора уходить отчеканил внутри и голос и я был с ним солидарь ты просто уйдешь кстати я тут нету халтура он просто ушел я вышел в коридор бурча возможно поступил как трус но я не мог больше выносить и истерику ты мудила еще оказывается надел куртку сунул ноги в ботинки он уже сам говорит скирлы скирлы я уставился в темноту думая медведи-людоедя плач полины раздавался за стеной а на меня надвигалась нечто скрипящее коляска старика притормозила в двух метрах на границе света и мрака уходишь так быстро я промямлю шнуру йоу простите мама будет беспокоиться ты знаешь настоящее имя своей матери петров а тени клубились двигаясь за плечами харитона я жаждал покинуть это странное место как можно скорее нет простить взволнованный я извинился направо и налево почему плачет полина что случилось положите подглядывал блеснули железные зубы у тебя внучка плачет а ты на кухне зовешь чай попить а чего вдруг у тебя тортик выше меня вроде как не ждали или у вас всегда в холодильнике стоит торт подает еще это тоже очень странно он хныкнул капризно наконец справившись со шнур со шнурками я вскочил на ноги старик улыбался отца я повернулся к нему спиной пальцы сражались замком а мне не позволят уйти наедут сзади коляску тащит подожди а чё он не спросил кстати полина же рассказывала что дед ее кем-то там работал краевед а он сказал нам совсем другое почему она у полина это не уточнила он полезно с кому так где-то дверь отворилась впустив в душный коридор земли мороз ты думаешь если мне в лицо это говорить я лучше услышу извини я в очках плохо слышу да я вылетел на крыльцо на дорожку петлящую между домами пока я гостил у полины мрак вороньям крыльями объял поселок из-за ветра он казался живым мыслящим существом слабо горели в мурованные в ночь фонари я утер лоб ну и ну что за концерт устроила полина а старик подглядывающий за нами не мудрено что она так отчаянно хотела сбежать едва я вспомнил металлические зубы харитона как мурашки зарыскали по моей коже ромка а как он нас нашел или он все это время тут стоял я встрепенулся и кинул взором улицу у забора маячил и не ясный силуэт смысле не ясный по голосу понятно что это ромка ромка ты что тупой человек шагнул ко мне встал на кольце фонарного света душа кувернулась ухнула в пятки я узнал ромку щеки одноклассника были мокрыми глаза покраснели он плакал прячусь темноте ты стока стоял и плакал просто быстрее даров разве я не предупреждал тебя о чем разве не говорил что убью если увижу рядом с ней а ты видел учусь дедом оба подглядывали на пару раздался щелчок сверху нож бабочкой сколько раз уже своей эти зубочисткой обескровленные губы рома чего обескровленные губы чего смысле побледевшие что обескровленные губы рома растянулись в страшной гримасе зрачки и сверкали словно две монеты думаешь я псих я покажу тебе что делают психи кто говорил что ты псих а я ступал боясь повернуться к нему беззащитными лопатками да грудь то у тебя на боли более защищена ромка шел на меня скались шума в уголках его арта выступила пена он судорожно утер лицо рукавом еще сильнее размазал слезы по щекам но пока у него пена на губах есть если все равно он меня убьет можно вот так вот подойти вот так пальцем в нос ему так сделать бешеная сучка и пизда мне остекленевшие глаза заволохло туманом ненависти амулет коготь который мне дала полина снова пришел на выручку время словно замедлилось стало как янтарь в котором застыл не только я но и ромка с его опасным ножом беги просигналил внутренний голос спасать свою шкуку грязный вдруг он забыла горестный бой возвелся к звездам ромка сунул себе в рот рукоять ножа как сигарету зажал зуба как сигарету подать к тебе вопросики есть ты в курсе что ты вообще курить не умеешь лезвие торчало наружу стальными клыком а затем он упал на четвереньки его тени по звериному нахохлилась все тогда пошли пусты слюна капала на снег обезумовшие ромка закричал и бросился ко мне отталкиваясь всеми четырьмя конечностями беги я бежал сейчас испугался это фонарь был я побежал не разбирая дороге ботинки вязли в сугробах мелькал штакетник шум поднялся такой словно за мной гнался не ровесника какой-то зверь больной до ужаса ветер бил по лицу обжигал будто листья крапивы я задыхался на повороте стояли припаркованный трактор на водителя я не увидел что-то юркнуя что-то юркая перепрыгнула тропинку приземлилась в паре метров от меня снежная баррикада перекрыла путь я скарабкался на нее скатился вперед фонари мигали панически я заметил сельмак и кинулся к нему сельский магазин дернул ручку заперто в стекле отразился переулок что-то огромное и жуткое двигалась оттуда окутанная метелью точно похоронным саванном ненавижу вот эти вот и сокращение это такая подстава и один раз так просто обосрался с этими сокращениями прикинь меня на экзамене по истории спрашивают что такое как его совхоз я такой я все ответил сижу такой думаю думаю не знаю такой ну все четыре это было совхоз хозяйства сав совковая сельху сельху сельская хозяйство прикинь забыл вот вот и из-за этого я четыре получил они 5 прикинь вот и тут сел мак старлей а я приднулся на расчищенную полоску асфальта собаки во дворах не лаяли а жалобно скулили я обогнул крайний дом и выбежал за поселок лес нарисал черной монолитной глыбой у меня был выбор просека на которой я был бы как на ладони или прямой маршрут через лес через рвы беру бурелом и я предпочел 2 вариант почему вот опять опять место где можно вставить вариант побежать через лес или через просек какой-то мне не дали выбора прикинь почему прыгнул в бок нога скользнула по льду рухнул во враг брыкаясь перевернулся на спину и стал отползать и ожидая что ромка вот-вот появится сверху нечеловеческий вопль пронесся дворами ввинтился в уши прошла минута вторая я трясся всматриваясь в край врага чернильные маски сосен приближающийся тень мальчик в маске волка вышел из леса остановился передо мной он ржал кулак нож бабочка упала на снег ромка а не веря своим глазам я поднялся на ноги волчонок махнул рукой в сторону просеки а я был слишком испуган чтобы задавать вопросы он не забрал нож потому и молча ушел хромая вдоль колышешься деревьев и постарался не думать о сгустках тьмы что провожали меня охранять за кустами одно штучу не забрал он все улики с собой собирает а я еще не как минимум нужно было забрать нож чтобы ромка больше не выражал не такой я теща прыгну ой а где нож а я такой а вот я еще не знал что ждет меня в месте которое я по ошибке называл дома почему по ошибке называл дом входная дверь была открыта и чуть покачивалась от ветра мне показалось что и не покрывает мою кожу я стиснул кулаки мрак просачивался в прохожую а с ним медленно планируя на ковер вылетали снежинки будто стая падальщиков почуливших добычу и осторожно перешагнул порог вдруг услышь вдруг услышал как кто-то говорит на кухне но это было лишь но это был лишь радиоприемник мчс странно что не выделили в словарь типа министерства чрезвычайных ситуаций просто не все могут это знать а сверху тоже доносились голоса заскрипели протяжно ступеньки я делал шаг а сердце за это время успевал ударить 5-6 раз дверь родительской комнаты была от отварина в пятне света выступал театр теней черный силуэт исполняли танец ненависти мамины кисти взметались к потолку когда она шипела на отца а он нависал скрестив руки на широкой груди то есть я был правда насчет сюжетки про него я пробежал к спальне родители снова ссорились выясняли отношения сыпали взаимными обвинениями отец низко по звериному зарычал а чё ты стоишь подслушиваешь таки нет нет пожалуйста не кричите я же все слышу кошмар прекратите оля стояла в коридоре прижавшие ладошки ушам я отогнула видение в чего я отогнал видение в котором сестру за мои грехи убивал ножом ромка когда такое видение было как уже не первый раз у такой вот просто сюжетные дырища не дыра а ты рища понимаешь это когда это наверное опять сюжетные ветки идут у так вот как елочка и в какой-то из сюжетных веток было это видение но разработчику похер и ему впадлу прописать им простроить вот эту вот кривую где когда какие события были и опять же нам просто сказали типа это было когда было а мы не знаем типа по итогу чем не нужно сидеть всю игру переигрывать использовать каждый вариант чтобы понять его где в итоге было док она идет типа пирамидой здесь два варианта от этих двух вариантов еще два варианта от каждого из этих двух вариантов еще два варианта и так может быть просто бесконечная вариация это надо либо заранее знать что нажимать как тупость поэтому я ненавижу и игры где есть несколько вариантов выбора действенной либо в самом начале вот и сразу просто в разные стороны идет сюжет абсолютно никак не связано друг с другом либо в самом конце во финала все но не вот так вот когда просто делаешь много-много ответвлений и сам же в них путаешься круто я не видел это видение опухшая от слез личика заставила меня похолодеть и почти вытолкнула из мыслей образ скаливающегося деда харитона и скачивающего на четвереньках пятифанова я умнил сестру и прижал к себе язык отказывал отказывался повиноваться искать утешение крики будто звучали сразу отовсюду справа и слева снизу и сверху били по макушке ругань падала нам на головы и мы прикрыли их руками как спасающиеся от бомбежки беженцы ужасное сравнение так уйти это из петер пена по моему да я осторожно отнял ее руки от ушей и повел мимо вибрирующей яростью спальне родителей они вообще друг друга слышат вообще почему их слова не связаны друг с другом вообще никак в эти минуты я презирал их сильнее чем они презирали друг друга в комнате я заперся на шпингалет и прислонился к дверям колени подгибались я был в гостях у одних странных людей что-то стукнуло карниз снаружи оля вздрогнула и бросила взгляд на окно бам снежок повторно шлюпнулся в раму да ко мне же гости через окно заходят на втором-то этаже я не ответил отпустил ее запястье она всхлипнула испуганно я прошел по комнате морщась от каждого родительского вскрика и обилась посуда папа с мамой переместились на кухню я дернул штору и рывком распахнул окно а совышка медвежутка волчек и конечно пленительная лиса все были в сборе и махали нам снизу оля олькнула завидев в девочку птицу а чего ты взяла что эта девочка птица помимо страха в голосе звучало любопытство или адекватными на улице снег идет холодно чё нам выйти заболеть поиграйте кто дальше уйдет от моего дома а при виде алисы сердце забилось сильнее а внутренний голос буквально кричал наконец-то она здесь сейчас момент скажи ей нет что не были анди нет ну потому что у так ее может просто кто-то увести я прикидывал глядя на зверя какой пойдем узнать даже выбора не будет пойти или нет вы че издеваетесь вот опять выбор который нужно сделать его пойти к этим зверям или не пойти что за фигурки лесных друзей обещали избавление от горя гнева и ужасные ночи я проследил чтобы оля закуталась потеплее мама лаяла на отца отрывисто как дикое животное из передачи николая дроздова мы просименили мимо гремящей кухни выскользнули под снегопад да мне кажется ворде просто писали и потом замену всех слов сделали то что просименили уже какой в пятый раз да и ни разу не было слова прошли ушли ко мне тут же подбежала алиса и обняла меня уткнувшись холодным носом шею она прижалась еще сильнее оказывается ждать так утомительно дайте хоть минуточку в себя прийти отчего ты устал от того что ждал тупая халя смотрела на сову с подозрением но хихикнула когда-то вдруг переверкну перекуверкнулась через себя и лихо встала на снег даже не пошатнувшись остальные звери как по команде перестали дурачиться и тут же завороженно посмотрели на волю . что не хотела со мной дружить меня зовут оля раньше я ну я просто тебя боялась а то уверен что озвучил олю и маму один и тот же человек просто оли прям ну хорошо прям детский голос тебя испугала наша солнышко может быть у нее совофобия возможно нам же говорить тут про какой-то фольклор правильно возможно разработчик и сделал фольклор и в россии какой-то там деревне и эти животные они символизируют монстров которые придумали когда-то люди которые выманивали детей на улицу и так пугали детей чтобы типа они на улицу не ходили на самом деле просто чтобы детей не похищали они как-то нужно было их обучать а как обучать нужно запугивать и вот рассказывали про каких-то монстров так что да теперь у меня мне вполне может казаться что если это по фольклору делали игру то все это не люди это какие-то монстры а я поразился поняв что губы мои складываются в улыбку и это после всего что я увидел в гостях у полины встречаясь с алисой будто переходил через реку журчание которое глушило все дурные мысли девочка-лисичка разжала свои объятия и присела рядом с полей у ее я ее ей фух я запись включила то я уже испугался просто обычно когда я запись еще показывается фпс а сейчас что то не показывают девочка-лисичка разжала свои объятия и присела рядом с волей а я В смысле прятал, Саважа ее видела сколько раз Я покосился на дом, опасаясь, что родители могли заметить нас и как всегда испортить все веселье И сказала мне в сестру Да, по-любому, сделали детей, чтобы оправдывать тупорылейшие решения Это свет так падает Да О, а вот и Дед Мороз, я же сказал Хотя Новый год уже прошел по сюжету Или это опять какая-то ветка сюжета Через шупу сделана Я тебя говорю, да Если б сделали подростков, то было бы очень много критики Мол, почему главный герой такие тупые А типа с детей и спроса нет Глаза сестренки округлились Как? Нужно идти по сладкой тропинке Алиса наклонилась и вынула из снега конфету Оля всплеснула ладошками Посмотрев на меня, вопросительно я кивнул Систраза хрустила конфетой Ты с пола съела? Ты че приказываешься? У нас что, в лесу завелся Дед Мороз? Нет, точнее два ребеночка-дебила, которые едят конфету со снегу Там, где бегают бродячие собаки и суп А слушая их ребяческую болтовню, я почему-то вспомнил Ромку Как во время погони тот истошно закричал всего за пару минут до появления волчка Что случилось с Ромкой? Поверь, он в порядке Жив-здоров, твой Ромка Только такой вреден, как он, вряд ли получит от Деда Мороза подарок Максимум горсть угля Ну или по шапке Мир жутко комично погрозил перебинтовой ной лапой И зверята дружно расхохотались Моя едва проснувшаяся тревога тут же забылась, улеглась Музыка знакомая Алиса кинулась прочь, вильнув рыжим хвостом, точно факелом Оля инстинктивно двинулась за ней, засмеялась, вынув из субробы вторую конфету Вы такие бодрые, на вас аж смотри, противень Да мне, случайно А ты давай не зевай, должна была сказать Оле, но она ни хрена не сказала Лучше беги с нами к Деду Морозу, пока все подарки не разобрали Скажешь, что же Скорее уж мне на голову свалится три кило конфет Чем я поверю в байки решить Когда сладости стали падать на макушку медведя И сам не удержался от смеха Так забавно, он морикал и втягивал шею Да, они прям, ну, ведут себя Вот это вот, например Типа, хорошая шутка, да, но дети бы так не делали Вполне возможно, да, что это что-то не то тут Угощения Угощения переливались на снегу Медведь чихнул и достал из уха мишки на севере Да мне тоже так кажется Со стороны леса донесся крика лисы Не в этой жизни Давайте скорее Дед Мороз уже заждался нас во дворце Я пожал плечами и побежал, потому что Бега злые тиски Чего? Потому что от бега злые тиски страха ослабевали Что-то круглое прилетело возле моего виска И я решил, что это снежок Но Левс воскликнуло Зефир Не подбирай, он испачкался Да ты шо, конфеты, которые вы только что ели Типа не испачкались Ты что, веришь в микробов? Что? А ты нет Раньше верил Как будто бы Как будто бы Эта игра идеально подходит для детей, да? У них и вопросов не возникнет Почему вот эти дети тупые И мол учат Ты что, в микробы веришь? Ой, ты что, слушаешься родителей? И потом покажут, что это плохо кончится Они такие, блин, надо слушаться родителей Но кровавые сцены Это как будто бы вообще не для детей А как Для какого возраста эта игра, мне интересно Стройные сосны великаны Встречали нас шорохом своих лап Снег слова валил Снизу вверху бескрайнее черное небо Сугробы полыхали Точно расплавленное серебро Как же красиво А я думала в лесу страшно Нас родители пугали Лесом, снегом и с тобой Ну а мы с тобой играли В снежной чаще под луной А я старался не упускать Изведу Олю Но это было довольно сложно Сестра то кидалась за кусты Подбирая все новые конфеты То смеясь Выпрыгивала на тропинку Совушка пронеслась над нами Села на ветку И заухала Мотая головой Волчик вскопал мордой снег Вытянул горсть жвачек И проглотил Не снимая обертки У тебя будет несварение Волк испугался И выплюнул жвачный ком Враки, враки, злые собаки Нет никаких несварений Вся эта чушь Случается только со взрослыми Алиса встала ковкопанной И важно отодвинула Отодвинула полог Переплетенных веток Как в театре открывают занавес За преградой была поляна А на ней серебрился Дворец из-за льда Во-во Мы смотрели на сверхающее чудо башенки И стены были выложены Из снежного и ледяного мрамора Где-то ласково звенели колокольчики Отчетливо пахло шоколадом И жженым сахаром Что-то меня смущает тут Не знаю Наверное то, что свет Светит так, что внутри тень По кругу идет почему-то Дважды приглашать не пришлось Мы вошли в замок Вертясь и жмурясь от Слепящих искр Дед Мороз сидел на сверкающем троне Это дед Пушистые помпоны покачивались На раздвоенной шапке Белоснежная борода Скрывала спокойную улыбку Он был таким, как я себе его воображал Давным-давно, когда еще верил в магиные сказки Высоким, сильным и косматом И излучающим одновременно мороз и тепло И голос его густой и глубокий Окутал меня словно дым праздничного костра Да, это дед Голос его Сестра говорила с хозяином замка Иначе, чем с другими взрослыми Звонко, беззаботно Словно он был ее ровесником Грустяем? А я не ленилась И о том знаю Он обвел нас с пристальным взором Маска Деда Мороза скрывала настоящее лицо Все это время я молчал и смотрел Мой взгляд будто примерз к старику Я мог принять живущих в лесу детей И фантастические прыжки до луны Но Дед Мороз в ледяном замке Ошарашил настолько, что я Лишился дара речи Есть у меня для вас кое-что особенное В его огромной руке появился мешок В нос ударил запах какао, халвы и мандаринов Спасибо, но мы уже ели конфеты Дед Мороз поглядел на меня внимательно Разве то конфеты были Так одно название А почему Дед Мороз в маске? Вот у меня конфеты волшебные Прямиком из Небыляндии привезенные Это не существует страна Не существующая Сейчас ну прям должен сказать Антон Нет? Что-то Из Небыляндии? Сразу бы вам их дал Заслужили Но есть правила И че он молчит? Кстати, меня смущает этот прямоугольничек Это че, лед просто лежит? Надо бы вам Три дедушкины загадки отгадать Попробуйте И последняя будет типа Кто сейчас умрет? Вы А я не успела разлепить пересохшие губы Тогда слушайте первую В нем живут машины И хранятся шины Гараж Я подумал Лоробея Это ворчитых Ворчатых желудки Теперь вторая загадка Подключайся, Антон Весь день ходит, как тень Посудой гремит На всех шипит Я вопросительно вскинул брось Оля потянула руку Можно я, можно я? Это кошка Верно Осталась последней загадкой И подарки ваши Только вот незадача, ребятушки Запамятовал я О чем же была эта загадка Ну тогда мы пошли домой А может наши друзья Зверята нам подскажут Ааа Какая отвратительная анимация Кошмар Ряженые дети с гоготом и топотом Окружили нас со всех сторон Чтобы через мгновение Закружиться в вешеном хороводе Смутно напоминающим Пляску моего окна В злополучную ночь Дед Мороз засмеялся Довольный Сука на И он высыпал из багрового мешка Горы угощений Каких я не видывал Даже в рекламе Жвачки самых разных форм Рассветок Вкусно пахнущие С торчащими вкладышами Леденцы размером с кулак Мандаринов Размером с соленого голову А еще Сникерсы Марсы Баунти Киндер сюрпризы Которые мы так давно не пробовали Ну вообще Вот видишь Тут написали Специально неправильно Фирмы Потому что фирмы Нельзя использовать Своих произведения Без разрешения А почему тогда Название вот здесь Прям правильно пишут Их потом И засудить могут Я вытер рукавом Выступающие Слезы радости Когда мой внутренний голос Убедил меня Отбросить все сомнения Именно этого Я хотел для себя Сестры Настоящая негуляндия Без унижений и запретов Наконец-то Мы будем счастливы Дед Мороз Распрямился Покидая трон И возвел руки Надолгощениями Звери по бокам Тоже подняли лапы И глаза блестели Ярче драгоценных камней Пасть волка Была мокрой От слюны Какой пир На какой мир И почему ты конфеты На пол высыпал Звери Толкая серыча Бросились Поедать конфеты Одну за другой Рты у них были Вымазаны Чем-то темным Темным А сестра схватила Первую попавшуюся Конфету И содрала фантик При виде этого Я почувствовал Что внутри меня Будто Кочнулся маятник Ой Веселеньенькая Грустенькая Нет не будем Мы есть Я вообще Настаивал на том Чтобы сюда Вообще не идти Я вцепился В волю Я вцепился Воле на запястье Так что Она пискнула То ли от боли То ли от Неожиданно По залу Прошелся Настороженный Шепот Шевельнулись Ушки Масок Тени Перебежали С места На место Что такое Что случилось Ничего страшного Просто Атоша Верит В несуществующий Диабет Рассказни Родителей Разбудите Меня Когда он Перестанет Валять Дурака Дед Ворос Склонился Надо мной От него Пахло Карамелью И совсем Чуть-чуть Силостю Давайте не будем Портить Праздник Друзья Сегодня Каждый Должен Веселиться Ешьте И пляшите Че ты так орешь Оля попытался Отнять руку Но я не разжал Хватки Я смотрел На сладости На высокого Старика И принюхывался К просачивающемуся Запаху Гниль Маскированная Притерным Ароматом Вонь дикого Зверя Казалось Кое-что Какое-то Сильное Наваждение Перестало Действовать Вернулся Холод Усталость И страх Я потянул Сестренку К выходу Но Алиса Встала На перерез В руках Она держала Фарфоровую Тарелку Мне Померечилось Что блюдо Наполнено Парышами Но как только Взгляд Нитнулся От подношения Вместо Тошнотворно Шевеляющейся Массы Там оказались Моргнеладные Змейки Только не Мармеладные Змейки А мармеладные Чувечки Чего Вспомни Что я обещала Никто Не причинит Тебе зла Пока Я рядом Ни тебе Ни Оле Так что Съешь пожалуйста Всего одну Съешь А Но я бы не доверял Она прям уговаривает Ну съешь Съешь Нет Теперь ты Все мне запрещаешь Прям как мама Оля билась В истерике Силясь Разжать Мою хватку Это неправильно Все здесь Какое-то Неправильное Вот как Неправильно Что ты балбес Посреди ночи Пошел в лес А ты не задумывался Что из неправильного Тут только Твое мировоззрение Да И какой же Как ты думаешь Что делают Тебе таблетки Которые ты глотаешь Круглые сутки Ммм Нам не показывали Какие это таблетки И конечно Оправдают Тупостью у ребенка Типа он не мог У мамы спросить Что это за таблетка Они искажают реальность Путают мысли Уводят тебя Со смежной тропинки Че? А я с подозрением Посмотрел на Алису Пытаясь найти Чем ей возразить Но не смог Вспомнилась Окровавленная Варежка Вова Это было Лишь иллюзией А на кого Мы похожи? На маньяков Педофилов На кошмары Терзающие Мой больной Рассудок С нами Вас никто Больше Не накажет Не запрет В комнате Не бросит В одиночестве Отныне Никто Не заставит Вас делать То Что вам Не хочется Но при этом Выбуд Ага Знаю Таких Чего нам Не хочется Да-да-да Не-не-не Все Книги Фильмы Это нас Все Научило Мы Не будем Это Все Домой Стариф Прошептал На ушко Громко Чавкающего Волчика Я знаю Не шепчут Ветра И тени Холодные Звезды И безграничные Небеса Они говорят Что дети Не хотят Взрослеть Превращаться В тех Кто Живет Запретами Угрозами Наказаниями Вообще-то Для детей Те же самые Правила Каждое Следующее Слово Он говорил Все громче Ожиданием Старости И смерти Дети Живут Мечтами О Я Отлично Знаю Детские Мечты О Счастливой И Беззаботной Жизни Той В которой Есть Чудеса И Дикое Свобода Голос Его Был Громом От которого Волосы На голове Встали Рыбом Все Это Будет Вашим Стоит Только Захотеть Каким Образом Ты Гарантирую Ну Хочешь Сделать Так Чтобы Мы Не Старели Попрошу Попрошу Уйти Отсюда И Совсем Шепотом Стоит На Зайчик Отведай Хотя Кусочек И Тогда Ты Все Поймешь Червячки Красивые У меня Возникло Чувство Что Ледяной Ветер Дует Из Дыр Ее Глаз Из Темных Глазных Провалов Других Зверей И Долговязого Старика Морда Совы Нервно Подергивалась Пасть Волка Истекала Слюной Медведь Переминался С лапы На лапу Враз Избегавшись Избавившись От Сонливости А сзади Нависал Тот Кто Все Это Время Притворялся Дед Морозом Я Сказал Мы Уходим Я Покречи Стиснула Руку Сестры Конфета Выпала Из Ее Пальцев Шмякнувшись От Пол Теперь Оля Испуганно Озарилась Алиса Передразнивала Меня И Вопреки Всему Я Испытывал Острую Обиду Ну Какой Ты Все Таки Дурачок Я Услышал Мелодию Флейты Но Теперь Она Напоминала Свист Хлыста И Агонию Рыбы Выброшенной На Лед Музыка Трепыхалась И била По ушам А затем Ледяной Терем Заполнил Детский Плач Перелис Перелистающий В звериный Лай Хруст Костей И звук Лопающихся Шкур В дребезге Разбилась Фарфоровая Тарелка До краев Наполненная Парышами Рыжая Шуба Лисы Лопнула По швам Выпустив Смердящий Пар Ее Искаженная Морда Оскалилась И вонь Шибанула Мне в ноздри Лиса Кричала Кровь Текла По ее щекам Будто Слезы Заставляли Шерсть Слипаться Облысевший Хвост Бил позвоночником О стены Я Заслонил С собой Плачущую Сестру Ужас Вончился В живот Бежал По кишкам Поступал Горлу Просто Уходите И все Хотелось Сорвать Очки Чтобы Всего Этого Не видать И выдавить Глаза Чтобы Навсегда Ослепнуть Обернувшись К сове Я скривился От отвращения Черви Копошились В перьях И ее Маски Сгнивший Клюв Щелкал Как Садовые Ножницы Я Шатнулся Едва Не врежившись В волка Его Морда Вытягивалась Кости Хрустели Зубы Торчали Изгноящихся Десом Словно Осколки Стекла А разбухший Язык Неустанно Их Облизывал Краем Глаза Я заметил Как Медведь Загородил Проход Каждый Миллиметр В уплоете Засочился Аллой Сукровицей Личинки Заклеили Слезящиеся Глаза Я Притянул Шокированную Олю К себе В панике Ища выход Нога Угодила В груду Сладостей Но это Уже Ребры В лохмотьях Мясо Выкрученные Челюсть Возможно Это те Дети Которые Пропали А бисер Зубов И заплесневелые Кости Таза Крошечные Черепа И плавающие В реках Крови Скальпы А ну я не угадал Неби Аж Ажу Заниматься Халтурные Но просто Тут Все Рисует Довольно Детализованно Анимацию Взяли Самую Самую Простенькую Вот здесь Вот В четвертой Главе В третьей Начали А в четвертой Уже Очень сильно Прыгает Стиль От одного До другого Надо мной Возвышалась Рогатая Уродина Сжимая В длинных Когтистых Руках Костяную Флейку Гигантские Сбросившие Обличия Старца Козел Черный Истощающий Ненависть И злобу Он Испепелял Раскаленными Уголями Глазище Его Рога Царапали Потолок Да Да Лед Откалывался И таял Стекая В грязные Лужи А под ним Обнажились Металлические Стены Я понял Что мы Обречены В тестном Чреве Темницы Оцеплене Оцеплене Чего Оцеплене Боющими Чудовищами Я просто Время Уже Не сижу Сколько Мы Уже Больше 20 Минут Сидим Ну Видимо Да Но Скорее Все Это Уже Конец Так Что До Пусть Рычающих Что Мне Не Послышалось Да Не Послышалось Потому Что Я Еще И Прочитал Пасть Рычащегося Волка Клацнула Словно Капкан И Густая Белая Пена Брызнула В Нашу Сторон Тут Ж Заживо Гниющий Медведь Грубо Толкнул Бешеного Собрата Меня Это Конечно Наверное Может быть Чуть Чуть Бы Пугало Нет Если Б Сделали Звук Нормальный Они Исказили Я Понял Типа Демонически Но Нихера Невнятно Я Сижу В итоге Читаю Я Не могу Разобрать Ни Слово Че Они Говорят Казалось Сейчас Его Морда Треснет Расколется Как Яйцо Из Которого Проклюнется Что-то Еще Более Мерзкое Страшное В Воскалившегося Медведя Вцепились Совиные Когти Крюч Не Давали Тому Приблизиться Короче Тут В этом видео Уже Нарушены Все Правила Ютуба Кроме Наркоты Понятно Клокочущий Зверинец Валился В кучу Барахтаясь В кишках И талом жире Они Выли Дрались Кусались Вырывали Друг Дружки Клочья Шерсти Горсти Перьев Готовые Растержать Друг Друга Как Сбора Голодных Псов Из-за Обедков Друг Взвизг Флейты Отдернул Словно Поводок Хозяин Стаи Околдовал Страшил Своей Душераздирающей Музыкой Вновь Обратив Их Неподвижные Молчащие Марионетки Верно Ждущие Команды Фас Козел Перестал Обгладывать Флейту Из Берцовой Кости В последний Раз Молкла Дьявольская Мелодия Вне себя От ужаса Я Обернулся На Олю Та лежала В стороне Присыпанной Снегом Ты спать Решила Сейчас Совсем Как Мертвая Белоснежка В мультфильме Возможно Она Потеряла Сознание От душераздирающего Зрелища А че Терять Сознание Интересно Вообще Чем Все Закончится Мне Хотелось Разрыдаться В истерике Сойти С ума Умереть Быстро И безболезненно Прямо Здесь Сейчас Но Увы Я Не мог Я По-прежнему Оставался В камере Пыток Выбирая Между Ужасным Исходом И В желудках Чудовищ И Каннибализмом Шерстяные Мясорубки Не сводились В меня Свои Алчные Вечно Голодные Глазенки Готовые Обгладать И Переломать Все Мои Кости Если Я Посмени Отказаться От Предложений Хозяина Но Стоит Не Согласиться Я Так Как И Они Навсегда Утрачу Свою Волю Разум Превращусь Вечно Голодную Тварь Пляшущую Под дудку Кровожадного Безумца И Наверняка Погублю Олю И Всех Кого Я Так Люблю Губы Мои Тряслись Тяжно Та Выворачивала Наизнанку Но Я Нашел Силы Закричать Никогда И Ни За Что Я Человек Это Вообще Найти Мои Останки Настала Гробовая Тишина Рогатая Тень Накрыла Нас Внезапно Алиса Метнулась В козлище И встала Между нами Крошечная На фоне Огромного Монстра Хвост Волочился За лесой Рисуя Алый след В блохе Скакали По ее Спине И По Ступившимся К гостям Подожди Если Они Просто Пожирают Детей Так В чем Проблема Просто Их Похищать Зачем Вот Этот Обман Зачем Так Притворяться Так Время Просто Тянуть Просто Взяли За шкирку И притащили Если Вы Уж Все Равно Детьми Питайтесь Зайчик Нам Еще Пригодится Зайчик Нас Покормит Вкусненько Для Неде Зайчик Кушать Принеси Пламя В его глазницах Замерцало Замерзшие Стуканы Невольно Оскалились Неужели Поставят Выбор Типа Приведи Сюда Полину Чтоб Полину Схавали Иначе Они Сожрут Мою Сестру Сейчас Не по Меня Отпустят А сестру Нет Вот Это Выбор Людоеды Замолкли Разочарованно Разглатывая слюну Алиса Тем временем Крутанулась И Вновь Предстала Милым Ребенком В носке Лисицы Которую Я впервые Посвечал Январским Утром Она Двинулась Ко мне Скользящей Походкой Растворяя Весь ужас Вокруг Запахло Апельсин Запахом Апельсинов Порохом Петард И Волшебством Ее Ласковые Лапки Нежно Коснулись Мои Щеки Убрали Слившуюся Прядь Моего Лица Я И Заключив Меня В Объятия Алиса Сладко Зашипала Я Молчал Стиснув Зубы Боясь Отвести Взгляд Чтобы Не Разрушить Мимолетное Видение Слезы Брызнули Изглаз И Я Заревел Хватая Лисичку Из-за Подол Шубки Я Продолжал Схлипывать И Нражать Зачем Ты С Ни Разговариваешь Не Помня Себя От Горья Я Закричал Умываясь Слезами Тут Мой Рот Наполнится Металлический Привкус Крови Говорю Зачем Ты Вообще С Ними Разговарив Максимально Тупейшие Решения А Черные Пальцы Лисицы Пропихивали Кусок Человечины Глубже В мою Глотку Я Упал На четвереньках Довяс И Кашля Не В силах Срыгнуть Срыгнуть Оставший В горле Кусок Плоти Меня Вновь Обступали Со всех Сторон Разлагающиеся Твари Ну если Палец На ноге Бурлящая Злоба Утопила Мое сознание И что-то Чужеродное Первобытное Вырвалось Из меня Свирепым Рыком Опять Совсем Другой Стил Рисовки А зловещая Сова Ошеломленно Отпрыгнула Под улюлю Канья Лисица Мой голос Молк А затем Меня Сложила Пополам Изо рта Брызнула Орватная Каша С Непережеванным Угощением Палец Вткнулся В меня Оказалось Что это Нож Вонзился В солнечное Сплетение По самую Рукоять Алиса Молчала Отступила В тени А козел Приблизил Ко мне Зловонную Пасть И прорычал Не верю Вы Прячетесь В лесу Заманивайте Детей А могли бы Уже Всю деревню Сожрать Соответственно Ничего Вы не сделаете Он рубанул Копытом В пол И я побежал Прочь Как ошпарен И забыв Про все Спину Неслось Многословное Съедим Сожрем Живем А сестру Свою Забрать Лед Падал И становился Прозрачным А потом Порыв ветра Смел Фантом Черных Стен А я говорил Сейчас они Похитят Сестру И скорее всего Заставят Полину Приманить Хотя я лучше Чтобы Ромку Приманил И только Сейчас я понял Что давно Выпустил Руку сестры И она Осталась В логове Чудовища Да ты что Вот это да Вот это ты Внимательный На месте Где минуту назад Стоял Дворец Россухро Блин А если бы я Рассказал Менту Про Лисицу Тогда бы что Он бы пришел К нам на помощь Да нет бы Я сомневаюсь Скорее всего Это уход Который ни на что Не влиял Потому что нам Очень много Ходов дают Которые Ну по крайней мере Я не вижу Чтобы на что То влияли И логически Как бы если подумать Они вроде тоже Никак ни на что Не влияют Его верхушки Торчала Девчачья кисть Как крест Из могильной Насыпи Вне себя От ужаса Я бросился К сугробу И принялся Расчищать Снег Под белой массой Оголилось плечо И бледная Оли наличика Ее посиневшие Губы Дрогнули Жива Я копал И молял ее Держаться Ее Уже дошел До живота А голос Был слабым Ничего Отнесу тебя домой Согрею Шоколадом Напою Ты только Не засыпай Слышишь Ты только Мои пальцы Напоролись На что-то Липкое И горячее А я разогреб Снег Сделался Красным И рыхлым Что это Что это Там Напоминание Наверное Чтоб не забывала Там кусок мяса Человеческого Я заглотнул А что я мог ответить Нихуясь Ниже пояса тела Оля обрывалась Из туловища Вывалились Кольца Кишечника У меня Есть хорошая Плохая новость Хорошая Ты похудела Плохая Ты сейчас Оля склонила голову И уставилась На безобразной Обрубке Оля Истошно Завопила А не надо было Я с самого начала Говорил что Это Пропал ребенок Бяша Хуй не такой Спойлер Жирный Ты охерел Это В пятой главе Уже видимо Должны были Сказать Вот ты мудак Вообще А почему именно Бяша Почему не Рома А потому что Конфликт Антагонист Он должен быть До конца игры Понятно Так же Как и любовная Линия Я думаю Тоже до конца Должна быть Игры Так что С Полиной Тоже вряд ли Чего случится Хотя Возможно Пятая И шестая Глава Или пятая Или И пятая Потом шестая Короче Пятая И шестая Глава Будет заключительной Я думаю Скорее всего Даже пятая Потому что Мне сказали Пятая Должна была Выйти Больше Года назад По моему Еще на прошлый Новый год Но еще не вышло Скорее всего Они сделали Кучу сюжетных Веток Опять же Запутались В них Сейчас пытается Как-то разобраться И доработать И наверное Будет заключительная Глава Короче Ну раз Пока закончилось Что хочу сказать А мне Кстати Тут все Языки написано А вот это Вот что А это китайский Понял Короче Понравилось Ли мне Играть Тут очень много Косяков Я не понимаю Почему эту игру Распиарили Так сильно Надо в целом Ну не сказать Что сильно Отличается От других Визуальных Новелл С чем Что тут В чем прикол Тем более Косяков Очень много И то Косяки Наверное Я заметил Потому что Разрекламировали Игру Я прям Внимательно Прям Сидел Внимательно Читал Согласись Слишком Много Бреда Кстати И судя По всему В четвертой Главе Ты заметил Уже меньше Стало Сложных слов Чем в третьей Главе Видимо После третьей Главы Посыпались Комментарии Негативные Они такие Ну ладно Уберем Это Ну по крайней мере По чуть-чуть Начали убирать Короче Я уже На протяжении Всей игры Говорил Что я думаю Но Мне интересно После этих действий Что я сделал В пятой главе Что мне в итоге Поставить Но я сказал Выбор действий Тут все равно Тут просто Тупейше Мы выбираем Тоже Что ничего Не влияет Вот по сути Что мы могли Еще сделать Полиции Взять Полину За руку Ну скорее всего Что-то там С Полиной Сделать Но это не как бы На сюжет Сейчас Здесь не повлияло Мы бы Он все равно Пошел Он даже не спрашивал Меня пойти в лес Или нет Ну максимум В начале Отказаться от конфет Тогда мне кажется Более жестким Был бы Но тот же самый конец Да в любом случае Я бы просто Не уходил Из дома С животным На этом все Я не могу Чтобы хоть как-то Оценивать игру Ты должен сопоставлять Сделал бы Ты так Или нет Но тут же Даже выбора Не было Просто тупейшие действия Чтобы продвинуть сюжет Сюжет может быть И интересный Но он у меня Просто не выстраивается Потому что они Херь какую-то творили Короче на этом все Может подвести Сосен Калаш У меня писать Следующую серию А следующая серия Будет когда выйдет Пятая глава Мне еще предлагали Пройти какой-то там Мод На зайчика Но мод И все остальное Уже будет Только После завершения Основного сюжета Все Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok